Здравствуйте! В эфире программа «Услышать каждого». Тема сегодняшней программы – порядок и правила пересечения государственной границы в пунктах пропуска. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника Кызылского таможенного поста Баиркас Мунзуковна Солчак. Здравствуйте! И сотрудник пограничного управления ФСБ России по республике ТВ Алексей Владимирович Дымшаков. Здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос такой. Каков порядок пропуска лиц и транспортных средств на режимную территорию? Значит, пропуск лиц, следующий на транспортных средствах, а также в пешем порядке на режимную территорию пункта пропуска, осуществляется по действительным документам, это по заграничным паспортам, служебным паспортам, дипломатическим паспортам и свидетельствам на возвращение. Какой порядок пересечения российско-монгольской границы через пункты пропуска? Значит, порядок пересечения российско-монгольской государственной границы осуществляется в безвизовом порядке, при условии, что граждане непрерывно пребывать должны на территории государства не более 30 суток. При этом хотелось бы отметить, что срок безвизового пребывания не должен превышать 90 дней в течение периодов 180 дней. Значит, те граждане, которые намереваются превысить данный срок, то бишь более 30 суток, либо заняться коммерческой или трудовой деятельностью на территории государства пребывания, они обязаны получить визу в соответствии с законодательством страны пребывания. А чаще всего граждане России, то есть жители Тувы, в Монголию зачем едут? За товаром или для отдыха? Кто может ответить на этот вопрос? Ну, как показывает статистика, в целом граждане чаще едут за приобретением товаров на территории Монголии. Лип следующих с деловыми целями, в целях туризма, значительно меньше. Баирка Змунзуковна, как характеризуется обстановка, связанная с перемещением товаров, грузов через госграницу в преддверии именно новогодних праздников? Осталось буквально совсем чуть-чуть. Но в целом, если рассматривать именно праздничные дни, конечно, количество лиц значительно возрастает в сравнении со среднесуточными, среднегодовыми нормами. Получается, так как эти дни все выходные, люди стремятся выехать, желающие люди, которые хотят выехать, именно в выходные дни, потому что в рабочие дни у них не получается. Но это что касается предновогодних. Обычно сколько пересекают? Ну, в целом, за год в этом году количество лиц уже превысило 83 тысячи человек, которые пересекли границу, ну, это и из России, и в Россию, через наши пункты пропуска. И количество этих лиц неуклонно у нас растет. В сравнении, если с прошлым годом, за весь прошлый год, ну, не считая даже остатка вот этого декабрьского дней, количество лиц в прошлом году составило 78 тысяч. В этом году уже 83, уже по состоянию на сегодня. С чем это связано? Может быть, благосостояние народа растет за последние годы все-таки. Люди, как бы, не знаю, ну, может быть, люди расширяют свой кругозор. Какие виды нарушений характерны для региона? Без нарушений, мне кажется, все равно никак. Нет, ну, количество нарушений растет также аналогично количеству лиц, пересекающих границу. Ну, в основном это у нас не декларирование товаров, которые подлежат обязательному декларированию. То есть люди с нарушением порядка перемещения товаров, ну, по более упрощенному выражению, это выходит, что они перемещают товары, предназначенные для коммерческих целей, под видом товаров для личного пользования. Это является нарушением, которое как раз вот является не декларированием в основном порядке. Ответственность какая? От половины до полной стоимости всех товаров, которые перемещены. Есть какие-то товары, которые вот нельзя вообще возить в Россию? Да, конечно. Либо наоборот, в Монголию? Ну, перечень таких товаров... Ну, вот основные просто перечислите, пожалуйста. Ох, не допускается. Давайте я улучшую. Хоть любые виды оружия. Информация на печатных аудиовизуальных и иных носителях информации, запрещенная для ввоза и вывоза. В основном это касается информации экстремистского характера, информации, призывающей к развитию национальной розни, призывающей к фашизму, ну вот подобное. Опасные отходы, они тоже запрещены к перемещению. Опасные отходы это что, конкретно? Опасные отходы... Ну, если рассматривать в ракурсе нашей таможни конкретно, в основном у нас были опасными отходами, это бывшие в употреблении шины, допустим. Те шины, которые не отвечают нормативам, которые были в употреблении и не отвечают нормативам, ну вот до опасных отходов, это, соответственно, уже опасные отходы. Еще одним, ядовитые вещества, органы ткани человека, алкогольная продукция, этиловый спирт, пиво в размерах превышающих чем 5 литров на человека, совершеннолетнего человека. То, что люди, допустим, не считают, скажем так, товарами запрещенными еще и часто попадаются, вот, допустим, те же самые ножи. Вот наш регион чем характерен? Каждый мужчина имеет нож, и каждый считает, что это хорошо, это нормально, но дело в том, что именно холодное оружие, оно тоже запрещено к перемещению. Даже если это сувенирное, да? Нет, сувенирные ножи, есть два вида ножи, то есть нож, отнесенный к холодному оружию, у него есть свои характеристики, то есть это и твердость клинка, и длина клинка, и ширина, и там много разных характеристик, это определяет эксперт. То есть если нож вы перемещаете, и его изъяли, и признали холодным оружием, то, естественно, это является правонарушением. Если не признали холодным оружием, естественно, вам его вернут. Вот. Затем еще есть такие товары, как, допустим, средства негласного получения информации, негласного слежения. К этим товарам могут отнесены быть и смартфоны, и ноутбуки, и компьютеры, и всевозможная техника, видеокамеры. То есть вот с этими товарами следует быть осторожными, следует иметь документы, подтверждающие, что они имеют определенные характеристики и не запрещены к ввозу и вывозу. Это основное? Ну, вот такие, которые у нас нарушения были. Алексей Владимирович, какие документы необходимо иметь несовершеннолетним гражданам Российской Федерации? Много, наверное, таких случаев, когда взрослые вместе с детьми, соответственно, выезжают. Да, действительно, отмечаются факты выявления несовершеннолетних граждан Российской Федерации, предпринимающих попытку пересечения границы без родителей. Значит, несовершеннолетние граждане Российской Федерации... Давайте уточним, то есть это может быть с бабушкой, с дедушкой, например, или с какими-то родственниками. Значит, несовершеннолетние граждане Российской Федерации, как правило, выезжают хотя бы из одного из родителей, опекунов-попечителей, то бишь законных представителей. Если несовершеннолетний гражданин пересекает государственную границу в сопровождении родственников, либо друзей родителей, соответственно, он должен от родителей, то бишь законных представителей, иметь нотариально заверенное согласие. Разрешение по-другому? Да, разрешение. Это помимо заграничного паспорта, удостоверяющая личность его. Вот в целом все. В целом? Да. Каков порядок нахождения транспортных средств на территории автомобильного пункта пропуска? Значит, движение транспортных средств по территории пункта пропуска, значит, осуществляется в соответствии с технологической схемой организации пропуска. Вообще, значит, по водителям транспортных средств, по требованию сотрудников государственных контрольных органов на территории пункта Пробска обязаны предъявить транспортное средство к осмотру для проведения проверочных мероприятий. И также хотелось бы обратить внимание водителей, что движение транспортных средств после прохождения всех видов государственных контролей осуществляется только после разрешения пограничного наряда. Сколько длится этот осмотр по времени? До 10 минут для легковых транспортных средств. До 20 минут грузовых транспортных средств. Какие-то нарушения были? Как правило, да. Выявляются нарушения. Водители транспортных средств, это вот у нас было совсем недавно и на Цыган-Талагу, и на Шарасуре в пункте Пробска, предпринимали попытки перевести товары народного потребления с закрытием от пограничного и таможенного контроля. То бишь, готовили тайники заблаговременно. Туда укладывался товар. И в ходе осуществления контрольно-проверочных мероприятий в отношении транспортного средства данный товар выявлялся. Ну, соответственно, водители данных транспортных средств привлекались к ответственности предусмотренного законодательства. Что запрещается на территории пунктов пропуска через госграницу? Значит, на территории пунктов пропуска запрещается проникать на территорию здания и помещения в пункте пропуска, находиться на территории пункта пропуска без установленных документов, с просроченными неисправными документами, также с документами, сроки действия которых не начались. находиться в служебных помещениях органов пограничного контроля, где осуществляется проверка документов, пересекать линию кабин паспортного контроля без разрешения пограничного наряда, вносить, ввозить на территорию пункта Пробска и с территории пункта Пробска материальные ценности, грузы и товары без соответствующих разрешительных документов, а также въезжать в пупропуск на личном автотранспорте, за исключением использования данного автотранспорта для целей выезда из Российской Федерации, либо въезда в Российскую Федерацию. Алексей Владимирович, со следующего года какие-то нововведения будут? Со следующего года относительно пересечения государственной границы нововведений не предусмотрено. По вашей части? По нашей части изменения будут. С 1 января, но предварительно пока, вступит в силу таможенный кодекс Евразийского экономического союза, и немного изменится порядок перемещения товаров через границу. Это же касается и товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования. Всю вот эту информацию, новый таможенный кодекс, новые решения коллегии Евразийского экономического союза, можно найти на сайте Федеральной таможенной службы, кастомс.ру. Там есть специальная вкладочка для физических лиц, и там разъяснен порядок перемещения товаров. Хотелось бы рекомендовать гражданам, которые будут выезжать после 1 января на отдых с целью туризма, все-таки заранее ознакомиться, почитать нормы таможенного законодательства и знать, потому что все-таки незнание закона у нас не освобождает от ответственности. Время у нас подходит к концу. Наверное, задам вам такой последний вопрос. Какую ответственность несут граждане за нарушение правил режима в пунктах пропуска через государственную границу? Алексей Владимирович, скорее всего, вам этот вопрос адресован. Лица, виновные в нарушении правил режима в пути пропуска, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, это Кодекс об административных правонарушениях по статье 18.4, который предусматривает либо предупреждение, либо наложение административного штрафа. Штраф сколько? В размере от 300 до 1000 рублей. Это на физические лица? На физические лица. А если не физические лица? От 2000 до 5000. На юридических лицах. Уважаемые гости, спасибо. Время наше вышло. Я напомню, что сегодня у нас в гостях были заместитель начальника Кызылского таможенного поста Баир Кызмунзуковна-Солчак и сотрудник пограничного управления ФСБ России по Республике Тыва Алексей Владимирович Домшаков. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова